Ребята, я рада вас приветствовать на уроке математики. Математика царица всех наук, только не дается все без мук. Если хочешь ты на свете умным быть, непременно нужно математику учить. Вот и мы с вами, ребята, сейчас займемся математикой. Проверьте готовность к уроку, откройте вашу тетрадь и запишите сегодняшнюю дату. И мы начинаем с вами с устного счета. Посмотрите, пожалуйста, на доске, ребята, у меня записаны два столбика примеров. В каждом столбике примеров затесался один лишний. Наша с вами задача догадаться, какой же из этих примеров будет лишний. И, конечно, вы сразу догадались, что, чтобы узнать лишний пример найти, нужно их все просчитать. Просчитаем первый столбик, просчитываем второй столбик, давайте проверим ответы первого столбика. 7, 8, 19, 6. И сразу понимаем, что пример третий с ответом 19 у нас с вами будет лишний. А во втором столбике у нас с вами получится 4, 4, 4, 90. И понимаем, что четвертый пример будет лишним, так как в ответе двузначное число, а выше ответы с однозначным числом. Молодцы! Шагаем дальше. Нам нужно с вами продолжить каждый ряд чисел. В каждом ряду отсутствует по одному числу. Но вы логически должны помыслить и догадаться, какое же нужно вставить правильное подходящее число в каждый ряд. Просмотрев глазами, вы догадались и поняли, что в первом ряду недостает числа 345 797. Во втором ряду 497 403. Но в третьем ряду 300 705. Молодцы! Идем дальше. Простая задачка, ребята. 12 грибов ежик нашел под соснами. Это 1 четвертая часть всех грибов, которые собрал еж. Сколько же всего грибов собрал наш еж? Конечно, нетрудно догадаться. 48 грибов нашел еж под соснами. А мы идем дальше. Интересная познавательная задачка, ребята. Масса новорожденного слоненка 130 килограммов. И он на 1870 килограммов легче новорожденного синего кита. Какую же массу имеет новорожденный синий кит? Мы с вами понимаем, что нужно 1870 прибавить 130. И мы с вами узнаем, что оказывается новорожденный маленький синий кит имеет массу 2000 килограммов или 2 тонны. Да, ребята, согласны. Это очень много. Еще одна задачка. 3 килограмма картофеля стоит 30 рублей. Сколько же денег получит продавец за 200 килограммов картофеля? Сразу ответить на вопрос не можем. Мы с вами должны сначала узнать, сколько же стоит 1 килограмм картофеля. Верно, просчитав, мы с вами узнаем, что за 1 килограмм картофеля нужно заплатить 10 рублей. Сколько же денег получит продавец за 200 килограммов картофеля? Верно. Если мы с вами сделаем произведение чисел 200 и 10, мы поймем, что продавец у нас получит 2000 рублей за этот картофель. Молодцы. А мы с вами идем дальше. Итак, ребята, на доске у меня записано 4 примера. Мы с вами уже умеем делить столбиком такие примеры. Поэтому я вам предлагаю поработать немножко самостоятельно и выполнить эти примеры письменно на деление столбиком. Давайте посмотрим на первый пример. 245 разделить на 35. Я думаю, что вы быстро просчитаете и поймете, что в ответе будет 7. Верно. Второе математическое выражение. 876 разделить на 876 разделить на 12. Здесь в частном уже будет две цифры. Проделав полный путь деления с алгоритмом, вы поймете, что во втором примере получится 73. А мы идем к третьему математическому выражению 34860 нам нужно разделить на 42. Сразу вспомнили, на конце у нас 0. Мы делили с вами на прошлом уроке такие математические выражения. Проделав полный путь деления столбиком на двузначное число по алгоритму, вы понимаете, что в третьем выражении в ответе у вас должно получиться 830. И мы с вами добрались до четвертого математического выражения 738 разделить на 246. И вот тут вы глазами понимаете, что оказывается на трехзначное число мы же с вами еще не делили. И вы сразу догадаетесь, что сегодня на уроке мы с вами начнем делить, учиться письменно столбиком на трехзначное число. Ну и как вы понимаете, конечно, ребят, мы с вами должны начать с алгоритма. Вы знаете, алгоритм письменного деления столбиком на трехзначное число очень схож с алгоритмом деления столбиком на двухзначное число. Итак, первый шаг абсолютно такой же. Мне нужно найти первое неполное делимое. Второй шаг. Определяю количество цифр в частном, так же, как и делили на двузначное число. Дальше что я делаю? Определяю, подбираю первую цифру частного. Но помню, ребята, что эта цифра будет пробная. Для этого на черновике я умножу и узнаю результат. Только после этого смотрю, подходит ли мне данная найденная цифра. Давайте мы с вами попробуем. Посмотрите, на доске у меня записано математическое выражение. 738 мне нужно разделить на 246. Как раз то последнее математическое выражение. Вспоминаем. 738 делимое, 246 делитель. И мне нужно найти частное. Первый шаг. Определяю первое неполное делимое. Начинаю. 7 на 246 невозможно. 73 на 246 разделить тоже не могу. Значит, сразу беру 738 и буду делить на 246. Значит, в частном будет всего одна цифра. А это несложно. Посмотрите, ребята. Делитель заканчивается на шестерку. А вот делимое заканчивается на восьмерку. Между ними должна быть какая-то такая связь. 6 надо умножить на какое-то число, чтобы в ответе заканчивалось на восьмерку. Конечно, мы с вами вспоминаем и понимаем, что это цифра 3. Пробую умножать. Если я на черновике умножу 246 на 3, я понимаю, что как раз получается в ответе 738. Теперь смело пишу в частное цифру 3. И оказывается, частным в этом выражении будет число 3. Молодцы. Пробуем еще одно математическое выражение. 954 нам нужно разделить на 318. Глядя на это математическое выражение, понимаю, что в частном тоже будет одна цифра. 9 на 318 делить невозможно. 95 разделить невозможно. Значит, сразу полное первое неполное делимое будет 954. Пробую подобрать пробную цифру в частное. Ребят, еще раз посмотрите. На делитель заканчивается восьмеркой, а делимое заканчивается на 4. Между ними какая-то должна быть такая цифра, чтобы заканчивалась вот именно этими цифрами. И мы с вами понимаем, что если мы 8 умножим на 3, на конце будет 24. Как раз цифра 4. Давайте попробуем с вами в частное цифру 3. И если мы с вами умножим столбиком 318 на 3, то мы как раз и получим наше делимое 954. Значит, в частном пишем цифру 3. Она нам подходит. Давайте еще один пример посмотрим. 876 нам нужно разделить на 219. Вспоминаем по алгоритму. Делимое 876, делитель 219 нам нужно найти частное. Глядя на это выражение, понимаю, что в частном будет одна цифра. Ведь 8 разделить на 219 не могу, 87 не могу, значит сразу первое неполное делимое и будет число 876. Нам нужно разделить на 219. Давайте мы с вами попробуем посмотреть на последние цифры. Делитель заканчивается на девятку, а делимое на шестерку. 9 надо умножить на какое такое число, чтобы вот заканчивалось на шестерку. Конечно, если мы 9 умножим на 4, получим 36. Как раз на конце и будет шестерка. А давайте проверим себя, подходит ли нам цифра 4. Для этого столбиком на черновик сделаю проверку. 219, если я умножу на 4, то я и получу 876. Значит, цифра 4 нам в частное подходит. Проверяем. Делимое 876, делитель 219. И при проверке мы с вами убедились, что частное будет равно 4. Молодцы! Мы с вами разобрали три примера для образца, ребята, как же делить нам письменно на трехзначное число. Напоминаю, чтобы правильно разделить на трехзначное число, во-первых, вы должны отработать алгоритм деления на трехзначное число. А он у нас с вами схож с алгоритмом деления на двухзначное число. Давайте обобщим. Первый шаг. Определяю первое неполное делимое. Второй шаг. Подбираю цифру в частное. Третий шаг. Проверяю сам себя. И только после этого понимаю, подходит мне эта цифра в частное или не подходит. Дома, ребята, вы должны будете обязательно потренироваться, решать такие примеры. Пока простого уровня, когда в частное записывается только одна цифра. И вот в учебнике на странице 72 вы сначала еще раз внимательно разберете примеры, как же делить на трехзначное число, если в частном одна цифра. И номер 279 вы полностью попробуете проделать деление столбиком на трехзначное число. И вы знаете, ребята, я почему-то верю в то, что у вас обязательно получится. Если вы будете внимательны и обязательно вспоминать алгоритм деления. И черновик – ваш друг, ваш помощник. Обязательно с помощью умножения себя проверяем. Итак, ребята, какие примеры мы учились решать сегодня на уроке? Верно, мы с вами знакомились в первый раз с примерами деления столбиком на трехзначное число. И нам с вами предстоит еще не один урок для того, чтобы мы с вами полностью научились выполнять такие многозначные математические выражения. Я думаю, что вы усердно потрудились и внимательно меня слушали. Теперь вам остается потренироваться дома самостоятельно. А я вам говорю, что вы большие молодцы. Наш урок подходит к завершению. Спасибо за урок. До свидания.